всем привет здравствуйте мои дорогие здравствуйте наконец-таки у меня появилась возможность выйти в прямой эфир я уже честно говоря за вами соскучилась у меня то работа то съемки то останкина то учеба я действительно просто физически не успеваю как меня слышно я сегодня в парке как связь если звук дайте мне пожалуйста какой-нибудь смайлик обратную связь как не слышно сегодня у нас если вы помните последний нас наш прямой эфир на тему как жить легко и с юмором он к сожалению в записи не сохранился почему-то он сорвался он был очень мощный насыщенный сейчас тема как продлить состояние праздник праздника надолго все есть все отлично я вам покажу мое место силы мое любимое место сейчас я вам переверну камеру вы знаете это место это митинский парк здесь я набираюсь сил очень люблю сидеть на земле заземляться медитировать медитировать это наверно громко сказано общаться с природой наверное так так видимость у меня конечно не очень но я буду если что вас спрашивать сегодня у нас были съемки на первом канале передачи мужское женское когда выйдет в эфир не знаю но в шестнадцать ноль ноль сегодня же будет выпуск передачи который мы снимали 17 апреля то есть 4 почти месяца назад да и если у вас будет возможность 16 00 включайте первый канал и ловите меня я буду вам рада я тоже буду смотреть здесь парке буду онлайн смотреть кстати кто не перед телевизором как я можете написать смотреть прямой посмотреть первый канал онлайн я забыла помаду намазать сейчас пять минут пять минут пять секунд немного я вам расскажу с прошлого эфира что у нас было мы на прошлом эфире затронули тему как жить легко и с юмором эта тема настолько оказалась востребованной и актуальной что не в директ посыпались вопросы о том почему не сохранился эфир где это можно посмотреть а выложите ли вы в ютубе это к сожалению от меня не зависит и так получилось о чем я рассказывала в прошлый раз ведь состояние когда ты живешь легко и с юмором это же такое же состояние когда ты живешь в чувстве постоянной радости в чувстве любви в чувстве удовлетворения наслаждаешься и живешь с удовольствием это не просто да это самодисциплина этому надо учиться и себя тренировать но это возможно раз получилось у меня соответственно получится у вас в чем основные основные наверное моменты которые я бы сегодня хотела осветить знаете есть такие женщины которые всегда жалуются и ноют у которых ну на самом деле может быть все неплохо но по разговорам у них все плохо есть женщины которых называют праздник вот эти женщины праздник почему к ним стремятся не только мужчины да почему к ним все окружение липнет потому что эти женщины и источают лучи добра лучи света лучи позитива они такие солнечные зажигалочки они всегда улыбаются у них в принципе даже если все очень плохо у них всегда все хорошо и к этим женщинам хочется просто иметь хоть какое-то отношение хочется к ним притронуться приблизиться побыть с ними рядом немножко с ними пусть даже постоять знаете может быть это даже не общение но к этим женщинам стремится душа в чем секрет 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 в том что вот эта легкость умение пошутить и дает нам то самое состояние праздника а сама легкость она про происходит из внутренней девочки которая у нас у взрослых людей находится в спящем режиме вот это самая внутренняя девочка она у нас спит мы про нее забыли мы ее не радуем не балуем мы ее наоборот душем глушим тушим подавляем и не даем ей проявлений это внутренняя девочка она есть даже если вам там 85 она все равно есть но ее нужно уметь видеть и проживать если внутренняя девочка в спящем режиме то мы женщины ведем себя как взрослые осознанные состоявшиеся личности то есть мы такие серьезные тетеньки которым там лишнее слово не скажи лишний раз не подойди у нас все по факту все по делу думаем мы логично мало задействуем чувств и эмоций больше работаем с не с эмоциональным планом а с ментальным планом женщина это существо которое в основном работает душой и чувствами и если у женщины задействован больше ментальный план то она мужчина считывается как партнер вот обратите внимание есть девочки они такие в легкомысленных по от платьюшках да но я не призываю там в 70 80 лет одевать легкомысленные платьюшки нет я вам просто пример привожу который в летом легкомысленных платьюшка которые вроде бы не блещут умом которые вроде бы и внешне ну так себе да ничего особенного но вокруг них всегда толпа людей особенно толпа мужчин почему потому что мужчины считывают это состояние им нравится вот это ощущение легкости которая присутствует рядом с такой женщины такая женщина она не парится она не заморачивается она абсолютно в потоковом состоянии пребывает в таком знаете легком кайфе в легком пофиге ей не важно что где сколько стоит ей важно где и как она сможет получить удовольствие наслаждение радость от жизни ведь вот это прокачанное чувство радости и дает нам состояние счастья когда даже если где-то мы взгрустнули даже если где-то мы чему-то огорчились даже если где-то мы получили какую-то не очень хорошую новость но тем не менее внутреннее состояние счастья она сохраняется до чувства радости нет но состояние счастья она сохраняется и это состояние и дает нам вот это чувство легкости и юмора как прокачать юмор юмор это такая же мышца которая как и счастье прокачивается я вам предлагаю когда у вас грустное настроение когда какая-то апатия когда есть какая-то печалька включать комедии включать стендап включать анекдоты читать анекдоты и прокачивать свою мышцу юмора для того чтобы организм привык к тому что чтобы и как бы не происходило я остаюсь своем хорошем и не предавать себя не предавать свою внутреннюю девочку мы привыкли с детства страдать нас ну радоваться никто не научил нас не научили быть счастливыми нас научили выживать и поэтому нам страдать проще всего потому что мы это состояние знаем но нам знакомо с детства мы умеем страдать мы знаем как и знаем что в случае если мы хорошенечко пострадаем мы получим то что нам необходимо если у вас есть какие-то ко мне вопросы пожалуйста задавайте я обязательно на протяжении эфира на них отвечу так прежде чем продолжить я вам расскажу сейчас про чувство апатии откуда она появляется я хочу презентовать вам анонсировать свой тренинг который стартует уже на следующей неделе тренинг по самооценке называется стань первой леди или самооценка выше плинтуса тренинг будет проходить формате телеграм чата в моих аудио сообщениях наставником буду я связь обратная 24 на 7 тренинг будет длиться примерно около двух недель мы прокачаем свою самодостаточность уверенность себе любовь к себе прокачаем самообладание чувство собственного достоинства самоуважение займемся своим внутренним миром ведь на самом деле поход к психологу это и есть проявление любви к себе если вам допустим частная консультация там дорого обходится то этот тренинг это самое оно также у меня были в директе вопросы по поводу того можно ли пройти тренинг по внутренней жертве тренинг по исцелению внутренней жертвы можно пройти в индивидуальном порядке самостоятельно стоимость у него такая же как и у этого тренинга просто вот за эту неделю пока мы стартуем вы можете пройти все блоки и модули которые были там привет привет стоимость 1470 рублей я вас приглашаю можете писать директ или вот запчат вернемся к чувствам если чувство радости нам дает состояние счастья то чувство апатии нам дает состояние депрессии если мы не прокачиваем себя если мы не проживаем не прорабатываем эти чувства то апатия переходит в депрессию а депрессия то уже болезненное состояние которое лечится медикаментозно медикаментозно и эти состояния в себе я вам рекомендую научиться отслеживать то есть не просто быть в потоке до сегодня мне хорошо я улыбаюсь завтра мне нехорошо я не улыбаюсь и помимо этого отравляю всем вокруг пространство отравляю вокруг себя и настроение порчу всем вокруг это неправильная позиция так делать не нужно если вы отследили про наблюдали в себе какие-то чувства которые вас не устраивают то эти чувства нужно проживать не подавлять не отрекаться от них не отказываться а их проживать как мы проживаем чувства мы их отмечаем наблюдаем их отмечаем и даем им право быть то есть мы соглашаемся тем с тем что да в данный момент я себя чувствую не очень весело мне не очень комфортно но я сделаю все чтобы эти чувства были прожитые чтобы я смогла их отпустить есть еще такая практика когда вы чувствуете что вам где-то некомфортно где-то неприятно где-то вы обиделись или взгрустнули вы кладете руку на грудь и говорите я знаю признаю и ощущаю все свои чувства и эмоции и даю этому достойное место своей жизни тем самым вы этим чувством говорите что я вас вижу я вас проживаю я вам даю право быть и право жить и эти чувства не оседают в теле потому что чувства которые не прожиты нами они к сожалению являются подавленными и они оседают на органах потом они приводят к сожалению к физическим недугам вы же все прекрасно знаете что все проблемы начинаются у нас головы есть такая наука психо соматика психо это наука о душе психо это душа соматика это тело когда проблемы души переходят в тело если у нас есть какая-то проблема в голове какая-то нерешенная задача то психо переходит соматику к сожалению это научный факт это наука такая то есть это не придумано это действительно так чувство надо проживать своим чувством надо разрешать быть и самое главное эти чувства не нужно подавлять допустим вы поняли да что вы в данный момент дико дико злитесь что у вас неописуемый гнев что вы ощущаете беспокойство тревогу не нужно эти чувства подавлять не приходите мимо них прямо сядьте вы можете написать потоковое письмо эти чувства прожить вы можете но есть в эмоционально образной терапии когда мы чувства вытаскиваем наружу даем ему цвет звук вкус форму не помню что там было еще то есть мы тем самым чувство из души вытаскиваем наружу и пытаемся его прожить дальше как включить в себе состояние праздника состояние праздника подразумевает себе вот эту самую легкость и на все смотреть с юмором да может быть это сразу непросто но опять же я вам повторяю что все эти чувства мы можем научиться себе прокачивать то есть чувство счастья чувство удовольствия чувство легкости чувство юмора это мышцы которые мы можем прокачивать регулярной работой каждый день и за дня в день легкость о которой я говорила в прошлом прямом эфире она не появляется просто знаете вот жил человек там 38 лет унылым и сейчас вдруг посмотрел прямой эфир и все стал легким беззаботным юморным радостным нет это чувство прорабатывается но как минимум 21 день вы же знаете что привычка внедряется 21 день как максимум но это уже ваш показатель а бывает так что это 40 дней и что чтобы это чувство новое вошло в вашу жизнь необходимо просто регулярно его прокачивать если вам не хватает легкости а я уверена что очень многим нашим девочкам не хватает легкости поскольку легкость она появляется из нашего отношения к миру то есть это такое рефлекторное чувство мы привыкли всегда давать реакцию негативную да что все плохо наше отношение ко всему в основном негативное а легкость появляется из чего из договоренности с собой что все происходит с пользой для меня мне во благо наилучшим для меня образом и когда у нас есть вот это позиционирование любой ситуации мне на пользу у нас рефлекторно меняются реакции и мы на какое-то травмирующее событие дадим не травму дадим не негативную эмоцию а дадим чувство легкости и принятия да ну иногда бывает так окей юмор прокачивается точно так же то есть умение шутить на самом деле показатель высокого айкью и высокого интеллекта но состояние праздника она из этого и состоит это договоренность собой когда ты умеешь любую ситуацию развернуть себе в плюс да это прокаченность да это самодисциплина да это договоренность собой но поверьте она того стоит немного усилий сейчас приведут к вам к огромному результату завтра потом если у вас есть возможность читать хотя бы по 15 минут утром и вечером читайте потому что книги внедряются в наш мозг если мы слушаем одним отделом мозга то читаем мы другим то есть нас орган восприятия отдел в мозге он совершенно другой при при чтении поэтому и читать и писать и слушать очень полезно мы в основном используем какой-то один до орган восприятия но в основном слух и глаза да но когда мы читаем когда мы слушаем аудио лекции или какие-то мантры медитации это также записывается в подсознание на подкорочке добрый день добро пожаловать дальше кто еще не знает кто со мной первый раз все мои прямые эфиры я сохраняю на своем канале в ю тубе там в поиске достаточно на забить на или берарова подписаться на меня и все мои эфиры там в открытом доступе эфиры ищите по вашей потребности то есть по мере необходимости не смотрите залпом все сразу чтобы ну не навредить себе не нужно сразу большой поток информации эфиры смотрите по внутренней потребности и еще хотела у вас спросить кто сегодня со мной в первый раз а кто не в первый раз кто в первый раз поставьте один кто не в первый раз поставьте что нибудь другое сегодня на передаче у александра гордона в прошлый раз он был не в настроении очень сильно кричал на всех уходил со студии пыхтел психовал орал вел себя честно говоря не очень достойно и ну я вообще эти передачи не смотрю я смотрю только тогда когда я в них принимаю участие но я сегодня шла с таким небольшим страхом что сейчас он зайдет в студию меня будет вот так трясти но вы не поверите сегодня так все прошло легко и приятно потому что я вам честно скажу съемки начинались машина за мной приехала в 7 30 проснулась я в 6 съемки начинались должны были начаться в 10 но пока закримируют прически а начались в 11 и все это время я настраивалась я договаривалась собой программировала свой мозг что передача мне понравится что все будет проходить мне на пользу мне на благо что гордон сегодня будет приятном настроении и меня не будут цеплять его какие-то неприятные негативные слова что я от передачи уйду просто в изумительном состоянии с чувством кайфа удовольствие балдежная и что вы думаете так оно и вышло почему не потому что кто-то там не потому что кто-то там стой ноги проснулся да потому что я договорилась со своим мозгом точно так же вот это чувство легкости чувство юмора чувство праздника если каждый день договариваться с собой что сегодня я надеваю на себя состояние счастье и так будет ежедневно что сегодня мне важно чувствовать радость комфорт и удовольствие что сегодня все получается так как я хочу или еще лучше и если вы научитесь договариваться с собой и программировать себя именно на такое состояние то поверьте ваш мозг он будет считывать вот эту вашу информацию и давать вам рефлектор на другую реакцию то есть вы поменяете стереотипное поведение ведь мы в основном действуем как что все что происходит вызывает у нас обычную привычную инстинктивную реакцию что нам инстинкты наши выдают то мы и выдаем своим партнером до внешне но если договориться с собой если договориться с собой то можно испытывать совершенно другую реакцию давать другие эмоции и ощущать совершенно иные чувства вот этот момент всем понятен дайте мне пожалуйста какой-нибудь знак смайлик все ли понятно доступно все что я до этого сказала и пока ваши пальчики свободны нажимайте пожалуйста справа внизу сердечко устроим такой флешмоб нажимаете на сердечко и держите будет такой фонтан сердечек а когда одновременно это вообще круто да 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 спасибо спасибо я вижу спасибо прикольно спасибо так люблю эти сердечки не знаю почему какая-то детская наверное радость это понятно да я правильно понимаю это все понятно теперь давайте вернемся к внутренней девочки как зажигать свою внутреннюю девочку внутренняя девочка появляется у нас до семи лет потом она переходит в такую девушку потом в женщину потом ворчащую тетку потом в тракторину викторовну так вот тракторина викторовна это такой ретроградный персонаж который нарушает наш женственный баланс баланс женственности чувственности сексуальность это это человек который мыслит исключительно конструктивно и логично а девочкам нужно выключать логику и включать чувства и эмоции иногда не всегда иногда например на работе может быть это не актуально и примитивно и это вам помешает до вашей деятельности но в жизни особенно со своими мужчинами особенно если вы хотите привлечь мужчину в свою жизнь очень важно уметь источать вот эти женские феромоны женственность нежность рассмешил тракторина ну да 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 тракторина викторовна это такая колхоз доярка кухарка такая женщина которая ну женщина с огромными металлическими колоколами больше чем у мужика они всегда соревнуются они с мужчиной всегда спорят этой женщине всегда быть важно правой они счастливы и здоровы вот она права и она спит спокойно зато она права зато она его сделал моем случае я призываю к тому чтобы да может иногда в его глазах можно быть и не правой зато быть всегда счастливой пусть какая вам разница кто что и думает особенно что думает другой человек важно то что чувствуете вы мы не соревнуемся с мужчинами не спорим не обижаем их не высказываем им претензии мы с ними соглашаемся но делаем по-своему так что еще я вам хотела рассказать про чувство праздника до про внутреннюю девочку как как ублажать свою внутреннюю девочку как делать так чтобы ей было хорошо чтобы она могла проживать себя чтобы она могла чувствовать что ее любят холят лелеет на каком-то из эфиров я говорила но сегодня повторюсь смотрите внутренняя девочка это когда мы позволяем себе капризничать дурачиться играться клянчить до просить что-то конючить что-то хотеть что-то не хотеть то есть внутренняя девочка это такая легкость легкость праздник позитив творчество чтобы ее пробудить нужно позволить себе побыть маленькой покачаться на качельках попускать мыльные пузыри попрыгать через какалочку что-нибудь порисовать поиграться дома побиться подушками сделает что-то что ваша внутренняя девочка будет чувствовать себя живой радостной но это может быть любой вы можете предложить что-то свое если есть какие-то идеи напишите как раз может быть всем в чате это будет полезно эта тракторина соревнуется с женщинами сильнее своими колоколами ничего не исправишь мне да тракторина тяжелый случай а знаете обратная сторона тракторини это терпила то есть одной стороны есть женщины которые такие мужикоподобные такие женщины решала с другой стороны есть женщины терпилы это как раз те женщины которых мы пытались исцелить в тренинге по исцелению внутренней жертвы это то есть тракторина она ничего не терпит она сразу всех посылает да такая мужик в юбке а терпила это та которая хавает 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 всю свою жизнь до тех пор пока не наступит последняя капля вот эта точка кипения . невозврата когда она все и всех посылает и делает выводы о том что ее никто не любит ну опять же жертва до проживается если жертва не проживать человек не чувствует себя живым сегодня подписалась на вас и посмотрела видео про внутреннюю жертву а думаю как ты на меня подписалась ты же давно подписан ты в ютубе подписалась поняла просто огонь благодарю тронула поняла что есть над чем работать да сабина да мы когда прокачивали на тренинге внутреннюю жертву такие вещи всплывали у кого-то там в детстве было что-то что мама говорила там ты лопоухая ты свои ноги видела да кому ты такая нужна да ни один мужчина на тебя не посмотрит но вот это вот все что у тебя такой лоб да с таким лбом только хвостики и носить ну знаете они тоже на самом деле они они не виноваты они тоже жертвы жертв их воспитывали такие же бабушки бабушек воспитывали такие же мамы и они не виноваты потому что они не знали как но сейчас есть столько инструментов когда мы можем реально это все воплотить в жизнь мы можем себя исцелить и исцелить свое потомство на 7 поколений вперед мы же работаем знаете кто работает над собой это миссионеры в своем роду и они отрабатывают не просто предыдущие травмы своего поколения они не просто с предками рода работают они работают на семь поколений вперед и вот эта отработка кармы какая-то психологическая составляющая это не только во имя себя и для себя это наперед ютубе имею ввиду да поняла я поняла внутреннюю девочку обязательно нужно прокачивать если мы не сможем работать со своей внутренней девочкой то нам будет трудно включить вот эту самую легкость когда мы можем пройти там мимо охранников да где-то в офисе спросить ну как я вам это такая знаете дебилиционное лицо а тракторина викторовна с каким лицом ходит с каким серым унылым унылым серым противозачаточным лицом такая вот знаете мертвая женщина у которой орган чувств вообще все органы чувств вырублены и она только по факту по сути и по делу сухо и конструктивно все шаг право шаг влево расстрел внутренняя девочка даже у такой тракторина викторовна она может быть пробужденная и над ней можно просто чуть-чуть поработать она обязательно включится это не вердикт что если женщина мужикоподобная то все да она тяжелый случай потеряны нет если она это в себя осознает и понимает что да я такая сильная мощная умею кстати у этих женщин с деньгами он хорошо они прокачаны я умею зарабатывать деньги но при этом я не чувствую себя женственной нежной ласковой внимательной то вполне это можно все в себе прокачать ничего там такого смертоносного нет смотрю эфир мы сейчас осмотрю эфир м же сейчас все отлично выглядите шикарно что уже начался им же там же у них в 16 00 по моему если начался придется с вами прощаться я тоже хочу посмотреть елена идет да уже эфир на первом канале если эфир идет то я вас покину ненадолго потом может вечером опять выйду если есть ко мне кстати какие то вопросы психологического характера я готова рассмотреть ответить дать вам обратную связь разложить вашу ситуацию ваш вопрос и снять эту задачу с вас так что не забывайте что у нас на следующей неделе стартует тренинг по самооценке он будет очень мощный мы там прокачаемся вообще по полной я вас жду в директ или ватсапе уже идет тогда я с вами прощаюсь включайте все первый канал смотрите там меня а чуть позже если у меня будет время я обязательно к вам снова вернусь прямой эфир обнимаю люблю спасибо девочки до новых встреч до новых встреч